Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна, и сегодня у нас видео про ароматы. Сегодня расскажу и покажу вам те парфюмы, которые я использовала до самого донышка и повторила. То есть это самые востребованные, самые любимые парфюмы в моей коллекции. И, конечно же, жду в комментариях вашу реакцию, нравится ли вам такой формат видео, и какие ароматы ваши любимые, какие ароматы вы покупали, повторяли неоднократно. Будет интересно почитать. Ну и давайте начнем. Сразу скажу, здесь у нас будут парфюмы и из масс-маркета, и из каталогов, и люксовая парфюмерия. Так что на любой вкус и цвет, как говорится, приятного просмотра. И начну я с аромата Сюр-ля-Ланд от Ифраше. Ромашка, жасмин, морские водоросли, древесные ноты. В переводе бескрайние просторы. У меня был такой аромат в формате 30 миллилитров. Я израсходовала его до конца и заказала себе полноразмерную версию в формате 100 миллилитров. Для меня это парфюм на холодную осень, где-то там середины октября, ноябрь, для зимы, для холодного начала весны. Оптимальный такой сладковатый аромат. Он очень нежный, он укутывающий, он обволакивающий. Но вместе с тем здесь есть ромашка, есть нотки морских водорослей, что позволяет этому аромату не быть приторным, не быть душащим, не быть чрезмерно сладким. И это, знаете, это аромат такой убаюкивающий, аромат неги. Мне он очень нравится. Поэтому, если не пробовали, то рекомендую обратить на него внимание. Также парфюм от Ифраше, который я повторяю во второй раз уже, это моменты счастья, зеленая версия. Это аромат весны для меня. Такой жизнеутверждающий, сочный, вселяющий надежду, веру в лучшее и окрыляющий. Для меня это действительно парфюм счастья. Здесь у нас заявлены ноты майской розы, яблоко и кедра. В общем, аромат, в котором в первую очередь я, пожалуй, ощущаю цветы и яблочко. Такое хрустящее, зеленое, сочное яблоко. Очень приятный аромат. Я его люблю, люблю всей душой. И впервые этот парфюм я себе приобрела в Ифраше, по-моему, когда на четвертом или на пятом курсе университета училась. Это как раз была весна. И вот, знаете, он у меня заикарился, наверное, с теми приятными воспоминаниями. В общем, очень классный парфюм. Люблю его. И когда я его вдыхаю, то я сразу вспоминаю те времена, юности, какого-то такого беззаботного счастья. В общем, рекомендую. Очень жизнеутверждающий, позитивный парфюм. И если уж мы заговорили о ностальгии немножко, то самое время поговорить про аромат, который я повторяла, наверное, раза три или четыре. И этот аромат со мной, наверное, дольше, чем все те парфюмы, о которых мы сегодня будем говорить. Этот парфюм со мной еще со школьной скамьи. Представляете? Это, наверное, третий или четвертый флакон, который я не стала расходовать до конца, потому что я иногда люблю вдыхать просто ароматы и переноситься в какие-то счастливые времена, счастливые моменты. То есть я вот такой вот человек. И это аромат от Reflame, который называется Огонь. Помните, у нас была трилогия Огонь, Лед и Воздух. И вот Огонь – это самый любимый мой аромат из данной коллекции. Вы видите, он без колпачка. В процессах переезда в колпачок был утерян. Но аромат этот, ну, этот просто мой аромат от и до. Цитрус, анютины глазки, гвоздика, специя, лилия, амбра и древесные ноты. Это аромат, знаете, я его, наверное, класс из девятого на себе носила. Он жгучий, он такой женственный, он насыщенный, но при этом он не душащий. В общем, я его очень-очень любила, повторяла неоднократно. И я очень расстроена была, когда узнала, что его сняли с производства, сняли с продаж. Но каково было мое удивление, когда я заказала на рандеву Аромабокс, один из, и там мне попался аромат Амор Амор от Кошарель. И я поняла, что это просто двойняшки. Да, это не близнецы, это двойняшки. У них очень-очень похожи пирамиды. И только вот Арифлеймовская версия, этот аромат, он вышел чуть раньше, Амор Амор чуть позже. И поэтому у него, знаете, такое более интересное звучание. Ну и в целом ценовой сегмент, конечно, разный. И Амор Амор звучит даже вот поинтереснее как-то. Ну, если вот этот парфюм уже не найти, и я вот эту вот капелюшечку, да, я иногда ее на себя распыляю раз в пятилетку, то Амор Амор это тот парфюм, который вы можете приобрести, вы можете заказать, можете купить и пользоваться каждый день. Он чуть более свежий, и в нем, ну, такое более интересное, многогранное раскрытие и звучание. В общем, этот аромат я заказывала на рандеву. И я делюсь с вами своим промо-кодом. У меня появился новый промо-код. Представляете, если вы ни разу или ваши друзья, родственники ни разу не делали заказы на сайте randewu.ru, то с вот этим вот промо-кодом, который вы видите сейчас на экране, у вас будет скидка на первый заказ 300 рублей. Согласитесь, очень приятно. Этот промо-код вы можете продублировать, скопировать в инфобокс. По данным роликам вы найдете промо-кодик, а также в инфобокс по данным роликам вы найдете ссылку. Если вы будете переходить по моей ссылке, то также на первый заказ на сайте у вас будет скидка 300 рублей. В общем, как удобнее, или по ссылке, или промо-код вводите. Этот промо-код, он одноразовый, да, то есть он только на первый заказ действует. Но у меня есть еще многоразовый и бессрочный промо-код. Мой постоянный промо-код, который дает вам скидку 10% на всю корзину, если товаров в ней на 2500. И он действует уже и на первый, и на второй, и на пятый, и на 25 заказ, даже если вы этот промо-код уже неоднократно применяли. Поэтому пользуйтесь. Вот действительно, я была очень приятно удивлена, когда в аромабоксе Рандеву нашла, вот, знаете, голос, шепот из прошлого. Так, дальше аромат, который также я узнала благодаря Рандеву, благодаря аромабоксу. И это аромат Шесейда Гинза. Я до капельки последней израсходовала миниатюру, и в начале, какого, 23-го года, прям в январе, наверное, числа 11-го января, я заказала себе полноразмер. Это тридцатка. Заказывала в Литуаль, тогда там были самые выгодные цены. И, знаете, я пользуюсь этим ароматом, как вы видите, но я пользуюсь им по каким-то особым случаям, когда хочется какой-то особой торжественности, когда какой-то большой праздник, или вот такое настроение, знаете, чего-то особенного, когда хочется. Я пользуюсь этим ароматом. Он шикарный. Мне он очень нравится. Он достаточно насыщенный, он дорого звучащий. И в нем есть нотки граната, который раскрывается просто волшебно и удивительно. Обычно на мне гранат, он кислит. А здесь он звучит очень вкусно. Плюс ко всему здесь есть мой любимый розовый перец, который я обожаю просто в парфюмерии. Также здесь у нас жасмин, магнолия, фрезия, кипарис, сандал и хиноки. Это что-то типа камфоры, да? Такая согревающая нотка присутствует. В общем, этот аромат у меня на любое время года, но для особенного случая пользуюсь с удовольствием, да? Также еще раз скажу, миниатюрку израсходовала полностью и взяла полноразмер. Вот этим и хороши аромабоксы-рандеву, да? Что ты можешь поносить на себе, понять, надо тебе или нет, и купить полноразмер. Или же, как со следующим ароматом, купить на рандеву можно не только полноразмер, но и вот такой вот отливант в формате 8 миллилитров. И это у нас относительная новинка. По-моему, это новинка 23-го года. От Dolce & Gabbana аромат Devotion. В миниатюре он мне сначала не понравился. Потом я как-то, ну, что-то меня в нем цепляло, и я не могла понять, вот надо мне, не надо. И я начала пользоваться этим ароматом. И когда этот аромат на мне ощущал мой муж, он всегда говорил, как вкусно пахнет. Что это у тебя за духи? Я говорю, ну, вот это миниатюрка, да, от рандеву. Он говорит, давай возьмем тебе флакон. То есть у меня муж, это человек, который очень редко мне делает комплименты в плане парфюмов, потому что ему все равно. Ну, он не любит парфюмы, он сам ими не пользуется, он в этом не разбирается. Но вот есть в моей коллекции буквально три аромата. Первый это вот Shiseido Ginza. Второй это Devotion. И третий это Dulce de Leche от Reflame. Это три парфюма, с которыми я всегда получаю комплименты от него. И поэтому я решила взять вот такую вот миниатюрку, потому что аромат тот я израсходовала до донышка, как вы понимаете. Но он для меня такой прям насыщенный, сладкий. Я понимаю, что полный размер я буду использовать просто всю жизнь. Здесь у нас ноты цитрусовые, цукаты, цветок апельсина и ваниль. То есть он такой согревающий для меня. Это абсолютно история на холодное время года. Он летом или там в какую-то жару, он меня будет прям давить, душить. И я буду только хотеть помыться. Но вот когда тепло, когда холодно, он классно раскрывается, он укутывает. И он очень насыщенный. Я его наношу, знаете, вот такой лайфхак, кто не знает. Если аромат вам нравится, но вы не можете его ощущать вот постоянно, вы наносите его на затылок, на волосы сзади. Тогда вы и будете его ощущать там при движении головой, когда ветер будет дуть. Но вместе с тем он не будет вас душить. Следующий парфюм, который я тоже взяла в отливанте 8 мл после того, как израсходовала миниатюрку до конца, это аромат от бренда Джульетта с пистолетом, который называется Груша Инкорпорейтед. Прекрасный парфюм. Когда я только миниатюрку израсходовала, мне показалось, что это аромат именно для зимы, когда холодно. Но вот даже сейчас, летом, у нас тоже холодно, да, вот, ну, я снимаю в начале июня, у нас там буквально плюс 4, плюс 10 градусов днем, плюс дождь и ветер. И этот аромат прекрасно звучит даже в холодное лето. В нем есть сладость, и есть в нем кислинка, такая фруктовая хрусткость груши. И это очень классно вместе сочетается. Здесь у нас груша, амброксан и амбра. Нет, груша, амброксан и мускус. То есть всего три ноты, но они звучат очень даже интересно. И я люблю этот аромат. Возможно, когда я вот еще отливант израсходую, может быть, я себе возьму и полноразмер, полный флакон. Как случилось, например, с ароматом, опять же, от Джульетт Хессеган, который называется Ванилла Вайпс. Это вайп лета, это вайп отпуска, это вайп вечерней прогулки у моря, у воды, по песку, когда песочек уже холодный. То есть летом для жары на день мне он такой, ну, сильно сладкий. А вот именно вечером, просто я его вдыхаю, и я уношусь в отпуск. Обалденнейший аромат. Здесь у нас морская соль, ваниль, орхидея, бобы тонко, мускус и сандал. Но что я здесь ощущаю в первую очередь, это морскую соль, аромат прибоя, аромат бриза вот этой морской пены, плюс ваниль. И знаете, в сочетании они очень классный кокос выдают, запах кокоса. И я когда нанесла на себя этот парфюм, мы пошли гулять, мне вечером сестра спрашивает, ну вот мы идем, там толпа людей, да, вот это набережная, отпуск, все гуляют. И у меня сестра туда-сюда носом, говорит, что с тобой? Она говорит, я не пойму, говорит, так вкусно от кого-то пахнет. Я говорю, чем пахнет? Она говорит, каким-то кокосом, чем-то таким ванильным, сливочным, говорит, прям классный аромат. Я говорю, они от меня ли? И она понюхала, говорит, да, это что у тебя за духи? Я говорю, это вот Juliette Hessegan Vanilla Vibes. И я ездила в отпуск с миниатюркой, и уже по приезду я заказала себе полный размер, потому что я поняла, что мне нужен этот аромат. Вот эти вот классные впечатления. В общем, рекомендую однозначно аромат отпуска. Так, дальше у нас аромат от Ифраше, который я израсходовала в формате 30 мл и заказала повторно Плей Солей, Иланг Иланг, Тубероза и Сандал. Аромат у нас заявлен как аромат солнца, но для меня это абсолютная история на зиму. Вы мне писали, что это летний аромат, и кто-то его летом использует. Я попробовала его использовать прошлым летом, и я до сих пор помню, как всю прогулку я чесалась буквально от того, что я хочу его с себя смыть. Я ощущала только его, у меня разболелась голова, и я пришла домой быстрее, полезла в ванную, потому что это было невыносимо просто-напросто. Он меня душил. А вот зимой на морозы, боже, как он звучит! Как он укутывает! Он невероятно притягательный, он невероятно манящий. Для меня это ассоциации с каким-то черным бархатом, с морозом, с праздником. Знаете, я бы даже сказала, что он немножко дымный. Я даже тут какой-то табак чувствую. В общем, он такой магический, он очень приятный. И для меня, еще раз повторюсь, это аромат, который очень круто звучит. Именно когда ты приходишь с мороза, он очень красиво раскрывается на волосах, и он такой заполняющий помещение, имейте в виду. То есть это аромат не для офиса, это аромат для себя любимый. Он такой интимный, но он классный, мне он очень нравится. Не зря же я его повторила. Так, следующий аромат, который заявлен как такой вызов мужскому парфюму, как вызов женщины-феминистки всему вот этому мужскому миру. Ну, не знаю, здесь есть мускулинные ноты, как заявлено, такая мужская холодная лаванда, которая переплетается с женственным цветком апельсина, ванилью и амброй. И это, конечно же, Ивсен Лоран Либр. Аромат Либр, Либре, в общем, Либр, да, скорее всего. Ну, поправьте меня, вы это любите в комментариях. В общем, этот аромат для меня, он абсолютно не мужской. Он абсолютно не аромат феминистки. Для меня это история Нового года, вечернего платья, женщины дорогой, женщины в мехах, женщины, знающие себе цену, женщины любимой, но в то же время самодостаточной. И для меня это аромат праздника. То есть это для меня аромат в театр. Для меня это аромат, ну, когда ты красивая, когда ты сияющая, когда ты роскошная. И вот я его носила на прошлый Новый год на себе, как раз-таки в миниатюрке. И потом заказала себе к следующему Новому году его уже в таком большом формате. В общем, очень классный аромат. Дорого звучащий. И хотя, да, вот он заявлен как такой вызов мужчинам. Ну, не знаю, я вызовы мужчинам не бросаю. Ничем с ними не меряюсь. Поэтому, возможно, для меня этот аромат звучит, ну, как-то иначе. Как-то иначе. Следующий аромат из разряда дорогой женщины, из разряда вечернего выхода, из разряда шикарно звучит на норковой шубе. Это Аора от Фаберлик. И вообще он был заявлен как аналог Жадо от Диор. И я согласна. Да, Жадо звучит, конечно же, более дорого. Конечно же, он более многогранный. У него более такое интересное раскрытие. У меня, кстати, была миниатюрка. Я ее отдала маме в аромабоксе. Целый аромабокс я ей отдала. Думаю, у меня есть Аора. И Аора это тот парфюм, который как раз-таки у меня связан с моим детством, с моей мамой. Потому что, когда я была маленькая, у мамы был этот аромат от Фаберлик. Этот аромат старенький, пристаренький. И я ношу его только лишь зимой, исключительно. У меня, вы видите, как мало осталось. Поэтому я могу сказать, что я израсходовала его до донышка. И у меня есть, вы видите, в слюде упакованный этот парфюм. У него уже срок годности вышел. Он изготовлен в апреле 2020 года. Но это аромат. Ничего страшного. В принципе, он у меня запакованный. Стоит в темном месте. Поэтому, я думаю, ничего с ним не случится. В принципе, этот открытый, он изготовлен вообще в 2017 году. И знаете, с ним ничего не случилось. Он не прокис, не прогорк. Вот сейчас ароматы Фаберлик, они вот прям буквально год, два, три. И они все, просто спирт. Здесь звучание на высоте. Вот такое же, как в моем детстве. Здесь у нас огромнейшая пирамида, которая на самом деле очень сильно перекликается с жадо. Гордения, пион, мандарин, тубероза, магнолия, фиалка, сандал, ваниль, кедр и дубовый мох. Короче, зимний аромат, раскрывающийся на морозе, на мехах, на волосах. Просто волшебно и дорого. Очень дорого и в то же время уютно, согревающий и обволакивающий. Следующий аромат также каталожный, который я повторила. Который для меня тоже очень зимний. Но если аора это что-то такое больше на роскошном, то здесь это что-то больше на праздничном. Клаблан. Посмотрите, тоже я могу сказать, что израсходовала до донышка. И у меня полноразмер еще один в слюду запакованный. Стоит в темном месте и ждет своего часа. Земляника, мандарин, розовый перец, цветок мандарина. Заснеженная роза, мускус, бензоин и бобы тонко. Это аромат праздник. Это аромат нового года. Это аромат с брызгами шампанского. Здесь у нас, по-моему, апельсиновые шприцы или мандариновые. Ну, то есть вот этот алкогольный коктейль. Аромат, который невероятно женственный. И вот эта вот нота розы, праздника, цитруса. Ну, он просто... Это аромат салют. Это аромат праздник. Это аромат эмоций. Он вдохновляющий. Он такой искристый. Он бурлящий. Как брызги шампанского. Я его очень люблю. Ну, поэтому я взяла, конечно же... Ну, то есть я 50 мл почти израсходовала. Я взяла себе запас. Потому что я уже свою зиму не могу представить без этого парфюма. Он не навязчивый. Он очень-очень классный. Если уж мы заговорили про брызги шампанского, про праздник, то вот такую снятость я вам покажу. Также от Ariflame. Sparkling in Paris аромат. Ежевика. Розовый грейпфрут. Розовый перец. Шампанское. Жасмин. Цветок апельсина. Мускус и ветивер. Я вообще поняла, что я очень люблю розовый перец в составах аромата. Я очень люблю какие-то такие нотки алкоголя, да, шампанского, коктейлей и так далее. У меня вот этот парфюм 50 мл, если я не ошибаюсь, да, 50 мл. И эта повторка предыдущий формат я израсходовала полностью. То есть у меня был точно такой же флакон, и я израсходовала его еще когда училась в университете. У меня этот аромат также заякорен больше зимой. Он на холодное время года. Для меня он пахнет каким-то яблочным компотиком с нотами цветов и шампанского. Что-то такое, знаете, сидр, да, получается какой-то. Но что-то очень такое легкое, женственное, искрящее и укутывающее, но в то же время не давящее, не душащее. Это не тяжелый аромат. И вот как раз-таки первый флакон я израсходовала, когда мы только начали встречаться с моим будущим мужем. Вот это, знаете, романтика, цветочно-конфетный вот этот период и так далее. И вот у меня как-то ассоциации, воспоминания у меня связаны именно с этим парфюмом. Ну и сам по себе он такой праздничный. Ой, он очень классный. Я его очень-очень люблю. И потом как-то... Ну, Арифлейм его снял с продаж. Это, по-моему, вообще лимитка была. А потом я, когда уже в декрете с первым ребенком сидела, этот аромат, он появился в каталоге. Просто единожды вот как-то его так выбросили, да. И я, конечно же, купила. Я помню, тогда ничего в этом каталоге не заказывала. Мне ничего не нужно было. Я прям по полной цене заказала себе вот этот флакон. Ну, потому что эмоции, воспоминания, ваши чувства, они бесценны. Я считаю так. И пусть я, может быть, не так часто уже этим ароматом пользуюсь, потому что у меня есть какие-то более дорогие уже парфюмы, да. Я сама расту, меняюсь. Но, тем не менее, я периодически его на себе наношу. Я его вдыхаю. Я просто кайфую. Так, дальше. Если говорить про ароматы воспоминания. Я израсходовала миниатюрку до конца. Я израсходовала аналог этого аромата до конца. И взяла себе вот такой еще отливантик на рандеву. Конечно же, мои постоянные зрители знают, какой аромат у меня связан со студенчеством, с весной, с модой двухтысячных. Знаете, эти каблуки огромные, джинсы заниженной талией. И весна. Весна в душе, весна на улице. Это, конечно же, императрица от Дольче Габбана. Аромат эмоция. Киви, ревень, розовый перец, опять же. Арбуз, жасмин, цикламен, мускус, пион и сандал. У меня был аналог этого аромата в студенчестве. Какая-то паль. Ну, очень, кстати, паль похожая на оригинальную императрицу. Я даже тогда не знала аналог какого аромата. Тот аромат, что я купила на рынке. Там 10 миллилитров было. Но я прям его очень любила. И когда мне в аромабоксе попался аромат императрицы от Дольче Габбана, я такая, боже, это же мой аромат. Это мой парфюм из универа. Это что это? Что это? А я помню, что там было написано, да, что это Дольче Габбана. Но что это за аромат, я вообще не знала. Я как-то этим не увлекалась. Ну, а сейчас? Ну, что рассказывать про Дольче Габбана? Ну, это же взрыв эмоций. Это арбузик. Это розовый перец. Это аромат узнаваемый просто из тысячи, да. Визитная карточка, мне кажется, просто данного бренда. И когда проходит девушка с этим парфюмом, ну, ты понимаешь, что это Дольче Габбана, и ты улыбаешься. Потому что ты понимаешь, что это аромат, с которым у тебя очень много связано. И наверняка у этой девушки тоже. Потому что этот аромат старый. И он, я думаю, может повторяться в косметичке только тогда, когда он вот заикарен с какими-то моментами, воспоминаниями, да, когда он на 100% твой. Также от Дольче Габбана парфюм, который я израсходовала в миниатюре и повторила, это Light Blue. Это именно классический вариант. Light Blue Forever есть еще. Мне он не нравится. Вот фланкер, сильно тяжелый, сильно бело-цветочный и давящий. А здесь у нас яблоко, колокольчик, лимон, белый кедр, бамбук, роза, жасмин, мускус и амбра. Но в целом это аромат на лето. Он такой солнечный, летний, достаточно простой. Но в то же время, когда ты слышишь его от кого-то, ты понимаешь, что это аромат дорогой, что это аромат сложный, многогранный, ступенчатый. И он просто классный. Он очень здорово раскрывается на солнце. Немногие ароматы ты можешь наносить на себе в жару. А вот этот я могу. Он здорово раскрывается на солнце. Он не давит, он не душит. И вы видите, что и миниатюрку я уже тоже практически израсходовала до конца. И это, знаете ли, о чем-то говорит. С таких легких ароматов, жизнерадостных, перенесемся к парфюму более сладкому. Это у нас Нина Ричи. Лимон, пион, пралине, яблоко, мускус и кедр. Аромат сладких конфет. Это Нина Ричи. Красное яблочко. Классика. И я также этот парфюм израсходовала в миниатюре до конца. И заказала себе вот такое яблочко. Для меня это аромат для зимы. Абсолютно зимний. И хотя вы мне писали в комментариях, что он классно летом звучит. Просто вы много его наносите. Надо буквально два пшика, потому что он насыщенный. Девчонки, я наношу его даже зимой. Один-два пшика. А летом я его вообще носить не могу. Я не любитель прям таких, вы знаете, сладких, тягучих, насыщенных ароматов. Но для меня это очень такая вкусная конфетка. Для меня это ну, роскошный аромат, вкусный аромат, конфетно-яблочный аромат. Для меня это аромат именно красного яблока. Хотя, если я не ошибаюсь, в пирамиде заявлено именно зеленое яблоко. Но для меня это красное яблоко. Такой женственный. Такой красивый аромат, укутывающий. Опять же, для меня зимняя история. И с ним, да, очень важно не переборщить. У меня мама как-то нанесла на себя этот парфюм. И потом поехала в автобусе зимой. Она говорит, я чуть не умерла. Просто я чуть не задохнулась от него. Потому что, ребята, ну, это тяжелый люксик подъехал. Что вы хотите? В конце концов, он действительно тяжелый, если с ним переборщить. Но если капельку, то он гурманский, сладенький, вкусный и невероятно женственный и роскошный. Так, дальше. Бюджетик подъехал. Не тяжелый люксик, а бюджетик от нашего бренда Браккарт. Миниатюру израсходовала. С удовольствием купила, опять же, на рандеву вот такой вот полноразмерный флакон. Этот флакон стоил где-то 500 рублей плюс-минус. Здесь 100 миллилитров, огромная кубышка. Аромат поливашка, аромат настроения, аромат весны, аромат лета. Сорбет, дыня, черная смородина, красный апельсин, жасмин, тиаре, тубероза, ваниль и мускус. Это аромат мороженого. Это аромат сорбета. Это персик в первую очередь, дыня, абрикос, черная смородина. Знаете, такая фруктовая корзинка, сладенькая, сочная. Ой, мне прям в нос попало. У меня еще сирень, то так вкусно стоит, пахнет. И все парфюмы мне летят прям в нос. Буду чихать сейчас. В общем, очень вкусный аромат, фруктовая тарелка. Он на лето очень хорош, он на весну очень хорош, он, знаете, такой аромат настроения, аромат поливашки. Не зря в нем 100 мл, в конце концов, да, как вы понимаете. Он очень вкусный. Он для девчонок прекрасно подойдет, для подростков, да и просто для девушек постарше, для женщин, если вот хочется чего-то вкусного, такого, девчачьего, немножко, может быть, какой-то жвачки фруктовый вкус, здесь аромат. Но он хорош, он хорош, он бюджетен и с удовольствием взяла себе полноразмер, потому что такие парфюмы, они тоже нужны, не всегда хочется что-то такое многогранное, сложное, иногда хочется просто палиться. И я люблю утром один аромат использовать, днем, другой, вечером, третий, на ночь могу нанести на себя какой-то парфюм, потому что, как я уже ощущаю себя обнаженной, я не выхожу на улицу без аромата. У меня был период в моей жизни, два периода в моей жизни, это два токсикоза, когда я не могла вообще парфюмы на себе носить, но я тогда вообще ни шампунями нормально мыться не могла, ничем, потому что от любых ароматов меня просто было неприятно, скажем так, а в остальном ароматы это мое все, и каждый день они разные. Следующий парфюм также очень девичий, аромат первой любви, аромат женственности, аромат кокетки, это эскада Fairy Love, тысячу раз вам его показывала, люблю любовной любовью, люблю всем сердцем, груша, малина, апельсин, жасмин и лесной орех, сладенький, я люблю его использовать весной, я люблю его использовать, когда прохладное лето, я люблю его использовать, когда у меня вот такое настроение, знаете, кокетливое, когда я такая вот девочка-девочка, да, вот у нас же тысяча лиц у женщин, да, сегодня я серьезная и деловая, завтра я кокетка и девочка, пожалейте, возьмите меня на ручки, да, послезавтра я роскошная женщина, ну, а как, ну, у нас тысяча лиц, и у нас должно быть тысяча ароматов, ну, я считаю так, поэтому, очень люблю, короче говоря, этот аромат, женственный, девичий, непосредственный, кокетливый, сладкий, приятный, согревающий и лакомый, в общем, любовь, любовь, и, конечно же, тут очень красивый, красивый, красивый флакон в форме сердца, ну, как устоять, как не купить, опять же, я этот аромат попробовала в арома боксе, поэтому арома боксы форево просто, так, дальше, самый свежий аромат в моей коллекции, это лакост 12-12 роуз, это фланкер аромата лакост 12-12, но более легкие, миниатюрку я пробовала, также в арома боксе, оригинальную, да, слишком тяжелый для меня аромат, какой-то рисковатый, а вот здесь, здесь аромат просто прелесть, на каждый день, весной, вот в мае его использовала практически ежедневно, он с одной стороны очень женственный и летящий, но с другой стороны он очень простой, ежедневный, он подойдет для офиса, он подойдет для прогулки, просто до магазина, он не душит, он не давит, в общественном транспорте никто не будет на вас коситься и тихо проклинать, в общем, хороший аромат, прекрасно сочетается как с джинсами и кроссовками, так и с летящим платьем, так, не назвала вам, да, белый чай, мандарин, перец, ирис, роза, кедр, сандал и мускус, розочка, здесь очень нежная, майская, розовая, я не люблю ароматы с розой, а вот этот аромат, он очень хорош, и стильный флакон, вообще на множество этих парфюмов у меня есть отдельные ролики, вот на Ферри Лав у меня есть, на Бракар, на Амор Амор, на Нину Ричи, на Джульет Хэссэган, ну, в общем, на кучу ароматов, у меня есть прям отдельные ролики, зайдите, посмотрите, если вам интересно, большинство из них в плейлисте заказы рандеву, в общем, тоже очень такой классный аромат, миниатюрку израсходовала я буквально, я не знаю, дня за 4-5, потому что наносила, наносила, наносила его на себя, мне хотелось его вдыхать, и было решено брать флакон, тем более, что он недорогой, он в районе 3 тысяч всего лишь стоит, этот аромат, рекомендую однозначно, а с промокодом еще дешевле, имейте в виду, далее, ароматы весны, ароматы весны, аромат, который я заказала, я не думала, что он у меня уже вот настолько израсходован, потому что я им пользоваться начала вот весной только, и я когда вчера доставала флаконы для съемки, я такая, что? Уже столько я израсходовала, я даже этого не заметила, рука к нему тянулась этой весной, премьер жур от Нина Ричи, аромат, для меня это аромат сирени, я очень люблю сирень, для меня лучший букет цветов это сирень, я обожаю этот аромат, я готова его вдыхать, вдыхать и вдыхать, и вот в этом парфюме такая женственная сирень, это современная женственная классика, прекрасный весенний аромат, который, ну я не знаю, он просто вот ты его вдыхаешь и ты таешь, он очень вкусный, мандарин, душистый горошек, орхидея, гордения, муску, специи, сандалы, древесные ноты, здесь нет сирени, но он пахнет сиренью, такой чувственный, деликатный, женственный, сиренью, я не знаю, как это описать, но вот многие, кто вдыхает этот аромат, кто его покупал, вот я смотрела обзоры, потому что мне было интересно, одна ли я такая, вот буквально все говорят, что здесь есть сирень, которой нет в пирамиде, как это, почему это, я не знаю, и следующий аромат, финальный в сегодняшнем ролике, это тоже аромат весны, это аромат современной классики, если вы хотите себе какой-то классический аромат, но классика для вас, ну, немножко может быть тяжеловата, или чопорна кажется, то рекомендую вам вот такой вот парфюм от Lanvin, который называется водная лилия, розовый грейпфрут, гранат, водная лилия, водный жасмин, мускус и сандал, я также израсходовала миниатюру до самого донышка, и купила себе, вот посмотрите, ну это же, какой красивый флакон, как это красиво выглядит, и это аромат, действительно, водянисто-цветочный, на весну, когда цветение, когда хочется чего-то цветочного, а я не очень люблю, вот прям цветочные ароматы, я если цветочный аромат использую, то надо, чтобы в нем были какие-то еще, может быть, там обязательно ноты, которые разбавляют его, может быть, это цитрус, может быть, это озон, или вода, но вот здесь водная лилия, вот эти вот водные нотки, розовый грейпфрут, гранат, ну, то есть здесь не прям цветочный аромат, хотя он, по-моему, заявлен как цветочный именно, но он такая, знаете, это классика, это вкусная классика, которая не давит, не душит, и аромат такой очень комплементарный, ненавязчивый и деликатный, я бы сказала, как офисный, и просто как весенний для души, он создает настроение, и я его прошлым летом тоже заказывала, в Литуаль, кстати, были хорошие скидочки, промокодики на него, с удовольствием взяла, в общем, вот такие ароматы в моей коллекции повторки, да, то есть те парфюмы, которые действительно мне понравились, которые я использовала до дна, или там буквально чуть-чуть осталось, да, и я их повторила, потому что это парфюмы, которые отражают меня, которые сливаются со мной воедино, которые я хочу носить, наносить, повторять, которые звучат в унисон со мной, с моим настроением, с моим характером, с моим образом, в общем, пишите, какие ароматы вы повторяли, повторяете, а может быть, у вас там вообще 1, 2, 3 парфюма, которые вы используете всю жизнь, и уже там со счета сбились, какой флакон себе приобрели, в общем, мне будет интересно почитать, и, конечно же, будет интересно почитать отзывы на те парфюмы, про которые я вам сегодня рассказала, потому что все мы разные, носы у всех разные, и впечатления о парфюмах могут быть абсолютно, вот просто диаметрально противоположными, поэтому не стесняйтесь, пишите, и до скорых встреч на моем канале, ставьте лайк, если видео было для вас интересным и полезным, хорошего настроения, прекрасных ароматов, и всего самого доброго, пока-пока!